Я считаю, что любая реформа должна проходить так, чтобы люди этого не чувствовали. Как минимум, а как максимум чувствовали улучшение, предоставление медицинской услуги. В этом, наверное, есть цели и задачи любой реформы или любого усовершенствования того, что у нас есть. Нам необходимо сегодня проговорить с вами все вопросы. Мы, я вам скажу, не сидим сложа руки, что-то делаем мы и в плане не только работы нашего подразделения здравоохранения департамента. Подключились к инициативам, к глобальному фонду, к глобальной комиссии. Подписали парижскую декларацию. Где-то нас отмечают с хорошей стороны о том, что есть результаты у них, и количество выявлений, и работа по выявлению и предоставлению услуги, и ВИЧ-инфицированным. Нас отмечают, что действительно сдвинулись мы. Осталось подготовить просто отдельные структуры, которые не хотят это воспринимать, и считают, что нужно все-таки бороться. Служить мы с этим боремся, побороть не можем. Теперь, что касается сегодняшнего туберкулеза. То реформирование, сокращение, койко-мест, финансирование, государственное финансирование областных структур. Это все эти вопросы, наши возможности. Это все эти вопросы, которые должны стать предметом сегодняшнего обсуждения. Насколько нам сделать оптимально эффективным данное медицинское учреждение и работать вместе в унисон, не деля себя там. Мы все предоставляем услугу людям. Поэтому, ну, юридически мы, конечно, относимся к разным подразделениям, к разным структурам. Местная власть, государственная, областной совет. Вот нам необходимо, чтобы у нас была единая какая-то цель и задача в рамках своих компетенций, в рамках своих возможностей. Абсолютно верно говорит Геннадий Леонидович о том, что мы должны работать в едином медицинском пространстве. У нас не должно быть деления на жителей города и жителей области. Только так можно организовать эффективную борьбу с такими социально значенными болезнями, как туберкулез, ВИЧ-инфекция и наркомания. Если мы говорим, в рамках каких законодательных актов мы сегодня действуем, это стратегия, которую сегодня утвердил Кабинет министров Украины, номер 1414, согласно которого в каждой территории должен быть столзан единый противотуберкулезный центр. Почему это прописано в стратегии? Это прописано, потому что Всемирная организация здравоохранения в тех странах, где уровень эпидемии превышает 50 человек на 100 тысяч населения, рекомендует создание такого единого координирующего органа для предоставления единого подхода к борьбе с таким заболеванием. С января 2020 года изменилась стратегия туберкулезной службы, организации противотуберкулезной службы. И в связи с этим в области выбран один центр региональный, который должен координировать эту работу. В связи с изменением системы финансирования, с 1 апреля финансирование системы здравоохранения происходит не через субвенцию государственную, а через Национальную службу здоровья. Договор с Национальной службой здоровья заключил областной центр особо значащих заболеваний. Туда предусматривается и амбулаторная помощь, диагностическая и стационарная. Для того, чтобы сохранить эту службу в городе, мы разработали схему и маршрут пациента. Прежде всего, в связи с изменением стратегии лечения и выявления туберкулеза, сейчас основной упор идет на первичную сеть. Это семейные врачи методом анкетирования выявляют туберкулез у пациентов. Потом они направляются в центр, где им происходит диагностика, назначается лечение. Потом они с медикаментами направляются назад на первичную сеть, и первичная сеть уже занимается ведением этих пациентов. Если пациентам необходимо стационарное лечение, они остаются, потому что в центре особо значащих инфекций 4 стакоек, где предусмотрены все специальности, включая хирургические. Для того, чтобы сохранить службу в городе, мы на базе СПИД-центра организуем консультативно-диагностическое методическое отделение. Там будут находиться врачи. Четыре врача будут находиться по районам города и будут проводить консультации в каждом учреждении по необходимости. Потом они будут собирать всю информативную и статистическую информацию и контролировать таким образом движение всех наших туберкулезных больных. Больных туберкулезом, если так можно сказать. И основные, конечно, удар будут к центру особо значимых инфекций, поскольку они выиграли, по-моему, четыре пакета, и городские жители полностью переходят к ним на обслуживание. Мы совместным приказом Горздрава и Облздрава создали прецедент передачи больных туберкулезом в областной центр. И в дальнейшем мы сейчас разработаем маршрут пациента, и каждый пациент, мы будем отслеживать каждого пациента больным туберкулезом в городе. Программа «Фасттрек» продолжает свою деятельность. Все позитивные наработки будут внедряться и будут продолжены, поскольку действительно эта проблема имеет место. В городе около полторы тысяч больных, инфицированных туберкулезом, и, конечно же, у них есть еще где-то 40% это сочетание с ВИЧ-инфекцией, такой инфекцией, естественно, что город будет пределять этому большое внимание, и в дальнейшем мы будем контролировать и лечение, и диагностику этих пациентов. По пожеланию депутатов, у них были пожелания организовать стационарную помощь в инфекционной больнице. Но в настоящий момент, учитывая COVID сегодня, и о том, что этот COVID может продолжиться и в октябре месяца, может пандемия продолжиться, о организации каких-либо других коек в инфекционной больнице речь не может идти, поскольку в настоящий момент эти койки все востребованы.